Что ж, первый совет, как упаковать багаж, кажется очевидным, но, похоже, все о нем забывают. Нет, серьезно, только это действие поможет вам уменьшить вес багажа на 50%, или же вы можете подготовиться заранее, чтобы не отморозить себе задницу. И я говорю о прогнозе погоды. Недавно моя сестра из Калифорнии приехала сюда, в Висконсин. Она ожидала, что здесь будет очень холодно. Соответственно, она упаковала дополнительно целый мешок теплой одежды. Как вы можете догадываться, когда она приехала, температура здесь была выше средней, и она даже не открывала тот дополнительный багаж, за который ей пришлось доплачивать 75 баксов. Итак, господа, думаю, ясно, что если вы хотите путешествовать налегке, упаковывать багаж нужно по-другому. Нет, правда, хватать все то, что есть в шкафу, и бросать в сумку – это лучший рецепт для полного хаоса. Нет, господа, у меня есть рецепт получше, а именно, придумайте, какие комплекты одежды вы возьмете с собой в поездку. Большинство людей, собирая вещи, просто кидают в багаж одежду, которая, по их мнению, хорошо выглядит, и которую они как-то собираются в поездке однажды надеть. Вы лучше внимательно посмотрите все рубашки, брюки и пиджаки, обдумайте каждую деталь гардероба и составьте каждый образ еще до того, как отправитесь в аэропорт. Господа, это очень полезный совет по двум причинам. Во-первых, вы возьмете с собой только ту одежду, которую на самом деле собираетесь надевать, так что вы не рискуете набрать с собой то, что вам не нужно. Во-вторых, рассмотрев подробно детали гардероба, вы сможете понять, какие вещи вы сможете надеть неоднократно. Вы сможете понять, например, что эта пара брюк сочетается с разными рубашками, и мне нужно взять с собой только две пары брюк на четырехдневную поездку и носить с разными рубашками. Так что, опять же, количество предметов одежды становится меньше. А как выбрать, какие конкретно предметы одежды взять с собой? Я расскажу вам об этом чуть позже. А сейчас, если вам нравится сегодняшнее видео, сделайте мне одолжение и поставьте ему лайк. По легенде, если вы поставите видео лайк, у вас больше шансов увидеть обновление этого видео в следующий раз, когда вы будете собираться в поездку. И мне было бы приятно знать, что вы подписаны на этот канал. Это значит, вы стильно одеваетесь, двигаетесь навстречу успеху и скоро станете летать первым классом. Следующий совет. Выбирайте удобный чемодан. Если вы хотите путешествовать налегке, выбирайте чемодан меньшего размера. Думаю, это вполне очевидно, но очень многие выбирают чемодан большего размера, чем требуется. И каков результат? Эти люди заполняют его вещами, которые им просто не нужны. Лично мне не нужно ничего, кроме обычной ручной клади, даже если я куда-то еду на срок до шести недель. Вот я еду в Европу на шесть недель. Можете заметить, что со мной только обычная ручная кладь со всеми необходимыми вещами. Если я куда-то отправляюсь на выходные или на пару дней в течение недели, я беру с собой уикендер. Это сумка, разработанная специально для коротких поездок. Следующий совет. Прежде чем собирать вещи, поищите в багаже безбилетных пассажиров. Что я имею в виду? Например, в одной из моих сумок есть потайной карман. Например, в одной из моих сумок есть потайной карман, в который я положил целую кучу своих монет. Я собирался на одно мероприятие и знал, что там будут люди, которые смотрят мой канал. Я положил в карман сумки штук десять монет. И как думаете, что было дальше? Они весят грамм триста, и я совершил три поездки, забыв, что спрятал там эти монеты. И, кстати, если вам нравится монета канала Realman Real Style, напишите в комментариях под видео, какие советы и приемы я упустил, но которые вам кажутся полезными в путешествиях налегке. Следующий совет. Тщательно выбирайте обувь для поездки. Ведь одними из самых громоздких и тяжелых предметов, которые вы берете с собой, это ваша обувь. Так что, если вы набираете много обуви, багаж быстро станет тяжелым. Вам действительно нужно брать с собой кроссовки. Если только вы не бегаете каждый день, возможно, стоит выбрать что-то более повседневное. Вот такую обувь вы можете надевать в фитнес-клубе и сосредоточиться на силовых упражнениях. Что касается вашей повседневной обуви, вы можете выбрать что-то очень универсальное, что вы носите на выход или на каждый день. Здесь нет шнурков, чтобы можно было их легко снять и пройти проверку. Лоферы для вас недостаточно нарядны? Тогда обратите внимание на ботинки Челси. Один из моих любимых видов обуви. Они легко снимаются, их легко чистить. Они могут быть выполнены из темной кожи. Вот эти очень модные ботинки, их можно носить даже с костюмом. Но можно ли применять такую логику, если вы выбираете повседневный стиль? Я скажу да, потому что у этих лоферов есть перфорация. Поэтому в течение дня обувь будет дышать. Они будут не менее удобными, чем сандали, но выглядеть будут намного наряднее. Так что вы сможете носить их со слаксами или с футболкой и шортами. Перейдем к блокировке цвета. Я уже упоминал об этом, когда говорил о продумывании одежды и образов, которые вы хотите взять с собой. При этом блокировка цвета – это более глубокая концепция создания цветовых комбинаций вашего гардероба. Можно владеть меньшим количеством вещей и получать больше образов и луков, если вещи взаимозаменяемы. Если у вас есть 4 пары обуви, 4 рубашки, 4 пары брюк и 4 пиджака, получается 16 предметов одежды. Но если они все на 100% взаимозаменяемы, у вас будет 256 образов. Итак, насколько это эффективно и как работает понятие блокировки цвета? Что ж, я выбираю рубашки тех цветов, которые хорошо на мне смотрятся и которые легко комбинировать с другой одеждой. Мне нравятся белые рубашки, серые, но больше всего я люблю синие. Если даже я надеваю футболку, я выберу серый вариант. Иногда я надеваю черную рубашку, но вы, ребята, знаете, что я люблю синие рубашки, особенно с воротниками. У меня здесь есть рубашка пола с коротким рукавом, также у меня есть и с длинным рукавом. А еще я могу выбрать рубашку более светлых оттенков. Я могу сочетать рубашки даже с мелким рисунком. Рисунок немного усложнит мой образ. Принцип цветовых комбинаций я использую и для брюк. Я могу носить брюки всего двух основных цветов. У меня есть брюки разных оттенков серого цвета, из разного материала. Например, из ткани с ворсами или из мягкой фланели. Вот эти цвета хаки, но вы можете выбрать более темный коричневый или более светлый оттенок того же цвета. А как насчет брюк синего цвета? На самом деле я не ношу брюки в синих тонах, а вот джинсы мне нравятся. Синий цвет универсален, он хорошо сочетается с другими цветами. Он может идти как сверху, так и снизу. Перейдем к цветовым решениям с пиджаками. И к пиджакам я также причисляю худи, свитеры, азамшевые куртки, ветрозащитные куртки и кожаные куртки. В общем, у меня тут все виды. Мне нравятся разные сочетания. Так что у меня есть и зеленые, и темно-бордовые пиджаки. Обычный парень может довольствоваться просто обычным синим пиджаком. Мне он нравится тем, что он отлично сочетается со всеми этими вещами, например, с этими брюками или вот с этими темно-серого цвета. Синий-серый прекрасно сочетается с любой из этих рубашек, или даже надеть под него футболку, если вы уверены в себе и не сомневаетесь в выборе одежды. Но пиджак может быть из серого цвета. Если вы только начинаете разбираться в цветах, этого хватит для начала. Но если вы любите разнообразие, вы видели, что во многих роликах я надеваю этот темно-бордовый замшевый пиджак. Мне он очень нравится, потому что я могу надевать его с футболкой, я могу носить его расстегнутым. Он всегда хорошо выглядит. Вот свитер. Цвет его выделяет среди остальных. При этом лучший и один из самых универсальных вариантов. Это свитер серого цвета с V-образной горловиной, который легко надеть и снять. Под него вы также можете надеть футболку, и свитер украсит ваш образ, если вы надеваете его с джинсами. Даже эти худи, вот эта мятно-зеленая, не то чтобы сочеталась со всеми вещами, но она подходит к тому, что я для себя выбрал. Для разнообразия я выбираю зеленый, синий, серый и иногда темно-бордовый. Давайте быстро пробежимся по стилям. Лучший совет, который я могу вам дать, это выбирайте классику «Она не выходит из моды». Эти две куртки в классическом стиле, в них множество карманов. Они одинаковы по стилю, но цвета и материалы отличаются друг от друга. Многое зависит от погоды, мероприятия. Вот это подходит для более холодной погоды. Она и шерсть, и прочная, и теплая. А вот это очень легкая. Для меня это отличный выбор, когда погода безветренная. Если же вы собираетесь поехать туда, где идут дожди, будет отлично, если вы сможете взять оба варианта. Я бы взял их с собой в путешествия. Да, багаж будет более громоздким, я бы надел одну из них в самолет, но как бы то ни было, любая из них подойдет к тем вещам, которые я показал ранее. Советы по цветовым сочетаниям также применимы к обуви. Будьте проще. Выбирайте один цвет, меняйте стили. Один цвет гарантированно создаст нужный образ со всем, что у вас есть в гардеробе. И все вовсе не так уж скучно. Один из моих любимых цветов, которым, как мне кажется, пренебрегают, цвет бычьей крови. Это темно-бордовый красноватый цвет. Он отлично сочетается с черными, со светлыми тонами. Этот цвет достаточно универсален. При этом мой любимый цвет – коричневый. У меня много брюк такого цвета. Кроме того, коричневые туфли выглядят гораздо интереснее, чем просто черные. Ключ ко всему – универсальность. Этот принцип нужно применять как в отношении одежды, так и обуви, которые вы собираетесь взять в поездку. Так, следующую часть видео я, пожалуй, назову Блицераунд и лайфхаков, которые помогут вам путешествовать налегке. Никогда не возите с собой крем для бритья в виде баллончика аэрозоля. Может произойти несчастный случай. Берите с собой крем для бритья в другой упаковке. А еще лучше берите с собой мыло для бритья. Отличие от обычного мыла в количестве глицерина – благодаря нему бритье будет очень гладким, так что бритва не поцарапает вашу кожу. И если вы берете крем для бритья не в герметичном контейнере, не забудьте запечатать крышку контейнера упаковочной пленкой или скотчем. Просто снимите крышку с тубы, накройте сверху пленкой и снова завинтите крышку тубы. Таким образом жидкость не протечет наружу в вашем чемодане. Кстати о жидкостях. Никогда не берите с собой большой флакон парфюма. Лучше возьмите с собой маленький дорожный спрей. Их очень удобно наполнять через небольшое отверстие внизу. Просто налейте во флакончик примерно 8 мл парфюма. Этого хватит на 2-3 недели. И на самом деле за счет размера каждого компонента в вашем дорожном наборе по уходу за телом, вы можете серьезно сэкономить вес. При выборе пасты берите дорожный вариант. При выборе шампуня тот же принцип. Просто поищите подходящие уменьшенные варианты, они везде продаются. Да, цены на них не слишком низкие, но если мы говорим об удобстве в поездке, это идеальный вариант. А если ваш любимый бренд не выпускает дорожных вариантов средств по уходу, сделайте свои собственные. Купите пустые флакончики. Эти небольшие флаконы хорошо закрываются, и содержимого вам вполне хватит на всю поездку. Еще один лайфхак, если вы идете в магазин, где есть подобная продукция, попросите пробники. Они не всегда есть, но парфюм часто выпускают в пробниках на 2-5 мл. Этого более чем достаточно на несколько дней. Даже на неделю. Думаю, некоторые из вас ребята сейчас подумали, «Да ладно, Антонио, у меня есть отличный НССР со всем необходимым, я просто возьму его с собой и все». Но о чем мы говорили в начале видео, вы будете автоматически забивать большой чемодан доверху. Не спорю, здорово, когда есть набор разных средств в достаточном объеме. Но в дороге лучше возьмите маленький полиэтиленовый пакет для пробников. Наша цель не забить чемодан доверху. Наша цель путешествовать налегке. Разница таких наборов почти полтора килограмма. А что насчет самих уходовых приспособлений? Я имею в виду триммеры для носа, маникюрные чипчики, пилочки для ногтей и маникюрные ножницы. Вам реально нужно брать с собой все-все. Думаю, что если поездка меньше 10 дней, то и беспокоиться не о чем. Лучше проделайте все необходимые манипуляции прямо перед отъездом, и когда вы вернете, сможете снова воспользоваться всем необходимым. Следующая часть видео может быть довольно спорной. В ней я рассказываю о разнице между скатыванием одежды в валик и складыванием одежды при сборе чемоданов. Лично я считаю, что разница между этими понятиями невелика. Некоторые утверждают, что при скатывании в валик одежда не мнется. Не сказал бы. Если ее складывать, то она тоже помнется. Худшее, что можно сделать, просто засунуть одежду в чемодан, не складывая. Тогда она точно будет вся измятая. Лично я всегда стараюсь приехать на место назначения заранее, чтобы одежда отвиселась, чтобы заранее погладить ее или хотя бы отпарить, чтобы она выглядела опрятно. Я бы настоятельно порекомендовал вам сложить одежду в чемодане таким образом, чтобы она рационально занимала место в вашем багаже. Самая большая проблема заключается в том, что большинство людей кладет вещи так, что в середине чемодана уже не остается места, а по бокам вещи упакованы неплотно. В итоге остается много свободного пространства. Так что, какой бы способ вы не выбрали, скатывать одежду или складывать ее, неважно, заполняйте место в чемодане, как в игре в Тетрис. Убедитесь, что рационально используйте каждый сантиметр пространства, чтобы не было пустот. Например, внутрь ботинок можно положить свернутую майку или нижнее белье или носки. Все пустоты нужно заполнить, так как вы максимально рационально сможете использовать место в чемодане. И когда я говорю «рационально сложите вещи», я имею в виду, что не стоит складывать куртку, а потом класть ее в чемодан. Оцените размер вашего чемодана, а затем сложите куртку в соответствии с его размерами. Для чего это нужно? Чтобы вы полностью использовали все пространство и как можно меньше помели одежду. А теперь давайте поговорим о некоторых предметах одежды, которые вам, вероятно, следует оставить дома. Вы, конечно, можете их взять с собой, но они не будут функциональными и универсальными. Итак, во-первых, вам нужны вещи на смену. Я бы посоветовал одну вещь надевать 2-3 раза за всю поездку. Может, стоит найти прачечную или надеть чистую майку, если рубашка не так уж хорошо пахнет. Я считаю, что не стоит брать несколько одинаковых футболок. Давайте перейдем к светлой одежде. Я стараюсь не брать с собой рубашки светлых тонов. Если я готовлюсь к очень официальному мероприятию, я возьму одну такую. Но будьте с ними осторожнее. Их легко запачкать и посадить пятна. Я просто не вижу необходимости брать светлую рубашку, когда тёмная ничуть не хуже. Ту же логику я применяю к ярким рубашкам и к одежде с ярким рисунком. Почему не стоит брать с собой такую одежду? Потому что её сложно носить дважды за короткий период времени, окружающие обязательно заметят. Так что такая одежда не универсальна. Здорово иметь такую одежду дома, если вы любите выделяться. Но вы не станете надевать такую два дня подряд, а вот рубашку в более тёмных тонах вы наденете. Ещё один способ сэкономить место для уменьшения веса – это брать с собой адаптер. Универсальная вещь. Вот этот адаптер и мне особенно нравится не только потому, что когда я еду за границу, мне могут понадобиться соединения другого типа. У него также есть порт USB и порты USB-C вот здесь. Так что мне не составляет никакого труда что-то подключить и зарядить. Знаете, ведь у меня большая семья, мне всегда приходилось брать кучу адаптеров разных типов. Но потом я обнаружил, что хоп, можно просто взять удлинитель и всего один или два адаптера для всей семьи. Так, господа, какое же видео посмотреть в следующий раз? Как насчёт пяти аксессуаров, на которых мужчины никогда не должны экономить? Если вы на них экономите, очень зря. Что я имею в виду конкретно, посмотрите это видео, господа, я оставлю на него ссылку в описании ниже. Так что посмотрите это видео, оно вам понравится.